Микс Ньюс Гость в студии у нас председатель правления Ассоциации Латвийских Независимых Лесопереработчиков Андрис Ааракс. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот говорят о том, что промышленность деревообрабатывающая в конце года значительный объем и даже рекорды какие-то побила, но при этом же в конце прошлого года мы слышали о том, что чрезвычайная ситуация в лесах, что лесопереработчики бьют тревогу, что все плохо. Как так? Да, это правда, но это не случилось как-то не явно. Внезапно, да? Да, внезапно, скажем, не за один месяц, это уже в течение четыре года, когда не было зимы и каждое лето лес выработали как зимой при сухой погоде. Но это было первое лето, когда это невозможно было, все лето проходили дожди и тоже проходило осенью. И, скажем так, уже в ноябре, в декабре уже это становилось очень плохо для лесовыработающих предприятий. Ну а сложность в чем? Вывести лес или есть ли какие-то сорта, которые нельзя там вырубать летом, например? Нет, вот в этой ситуации это сложности, что вывозки и перевозки дальше. Первое, что это не можно было из леса достать дороги. И в ноябре уже все дороги тоже промокли и невозможно было ехать с лесовозом там даже, где могли вывезти. Ну а и как делать в таких ситуациях? Как-то вручную их выносить или что? Какие варианты, когда лес уже срубленный, вывезти невозможно? Остается гнить там посередине леса? Скажем так, ситуация не остановилась, ну, полностью, да. Очень хорошая ситуация, ну, как бы, ситуация, как бы, помогли в этой ситуации, ну, как бы, работать в этой ситуации. Государственные леса со своей инфраструктурой, которую они каждый год и уже много лет уже делают, эти дороги, которые тоже связывают инфраструктуру в частниках. И это возможность была ехать и вывезти и перевезти лес. С использовавшись их какими-то дорогами, уже протоптанными дорожками. Да, да, да. Я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Говорим мы сегодня о лесопереработчиках, о деревоопрабатывающей промышленности. Да, вот если говорить о тенденциях, насколько вот вообще часто происходят такие сделки по, не знаю, по купли-продаже частных лесов? Или сейчас рынок устоялся, и все вот, кто были вот эти собственники, те и работают? Или довольно часто происходит купли-продажи леса? Купли-продажи не остановилась. Скажем так, большой фокус на тех участников, у которых леса около дороги, около дороги, в которых можно еще ехать. И там, конечно, большая борьба с точки покупателя за эти участки. Почему? Ну, потому что всем надо работать, всем есть какие-то обязанности, и договора, и банки, и надо работать, и есть, и есть, и в это время тоже есть большой запрос на лес. И, ну, поэтому и цены очень возросли, и я думаю, что это не громко сказано, что цены, ну, самые высокие за пять лет последние. И вы что? Да. Но это вообще связано, вот, на ваш опыт, о чем говорит, это связано больше всего вообще с экономическим ростом в нашей стране, или это просто действительно спрос-предложение регулирует этот рынок? Сперва это дефицит. Нет, все-таки дефицит есть. Дефицит, во-вторых, рынок европейский и мировой, ну, как бы на этом случае тоже элистический, ну, что идет по ценам. Ну, если вообще говорить о тех, кто покупает и продает участки, чаще это все-таки долгосрочные вложения, то есть люди покупают участки, понятное дело, что, ну, не на год вырубили и дальше продали, и дальше поехали. Или все-таки есть такие, которые занимаются, перекупают постоянно, меняют участки? Рынок у нас в Латвии очень разный. Есть большие, ну, имущества, которые, как бы, в это время смотрят и продают из-за того, что есть цена. И есть маленькие, которые продают им больше всего, когда надо деньги. То есть можно, в принципе, найти хороший участок, когда видно, что человек не может сам обработать этот участок, он его продает, ну, потому что деньги нужны, соответственно, и цена у него может быть поменьше. Да, но в это время, в конце прошлого года много, ну, участков, ну, среагировали на ситуацию, что повышенные цены. А вот, ну, вы знаете, что ходят разные слухи и все время говорят о том, что в основном все скупают иностранцы. Но я так понимаю, что это не так, да, что не только иностранцы? Это не так. С каждым годом больше и больше становится местных предприятий, которые тоже закупают, ну, большие имущества, складывают большие деньги на лес. Насколько вообще выгодно купить, может быть, небольшой участок леса? Понятное дело, что дорого и сама техника, которая и вырубает, и рабочая сила, и потом вывезти могут быть проблемы. У нас все-таки больше разделено на небольшие участки или на крупные участки леса, которые уже обрабатывают там какое-то предприятие? Несмотря на то, что много имущества закуплено большими предприятиями, владельцами. Да, все-таки до сих пор еще в Латвии есть много имущества с маленькими площадями. Площадями, да. Поэтому, ну, еще много времени надо будет, чтобы они стали больше, ну, как бы, площадями. Ну, для отрасли что лучше, чтобы был один владелец на, не знаю, там, 100 тысяч гектар или несколько владельцев, у которых несколько гектар всего? Для рынка лучше, чтобы есть разнообразность. То есть, чем больше, тем лучше? Ну, к какой-то мере не надо стабильность. Стабильность дает большие... Говорите на ладырском. Да, большие ипошники. Ага, владельцы. Владельцы, да. А для реакции на рынке хорошо есть, если есть маленькие ипошники. Ну, а вот люди, которые приходят, они вот хотят, у них амбиции, есть какие-то деньги, они думают, вот сейчас я займусь лесом, это прибыльное дело, там вроде как все не так сложно, уже все все знают, как там делать, и приходят и, ну, сталкиваются с какими-то сложностями. Как часто такое бывает, что вы видите, что, ну, вот лес вроде неплохой, но заведует им новичок какой-то. Да, ну, как и в любом отрасли, это так, что там, где ты не находишься, там, наверное, можно больше заработать. Но когда начинаешь этим заниматься, тогда сталкиваешься с всеми сложностями. И тогда хорошо, если попал на предприятие, которое работает, ну, как бы... Долгое время уже? Долгое время, и есть опыт, да, и хороший опыт, и хорошее слово в рынке, да. А если говорить о вашей ассоциации именно, насколько лесопереработчики, деревообрабатывающие предприятия дружелюбны друг к другу, если вы видите, что у кого-то проблема, или какой-то владелец участка обращается к другому владельцу участка, что вот у меня там проблема, можешь ли ты мне помочь, насколько отзывчивы вы между собой? У нас в ассоциации хорошо то, что предприятия разные, кто пилит, кто вывозит, кто перевозит, и много раз есть такие случаи, что, ну, не конкретные конкуренты, и тогда мы, конечно, взаимодействуем. Вы сами действуете, и эсакам советуем своего друга, своего предприятия, который в ассоциации, да. Для того, чтобы помочь как-то и новичкам тоже освоиться. Да, да. Нам пора прерваться на новости рекламы и не переключаться. Мы во второй части будем принимать. Гость студии у нас председатель правления Ассоциации латвийских независимых лесопереработчиков Андрис Аракс. Доброе утро еще раз. Доброе утро. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Звоните. Были в первой части у нас звонки. Будем принимать и во второй части тоже. Есть звонки, поэтому сейчас будем принимать. Называйте наушники. Доброе утро. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Не секрет, что сейчас в Латвии леса больше, чем 100 лет назад, когда Латвия была действительно аграрной страной. Но это качественный лес или просто кусты, которыми заросли поля и луга? Спасибо. Да, о качестве леса латвийского. Может быть, несколько слов об этом. Я думаю, что в последние 20 лет лес становится с каждым годом качественный. И много хозяинов думает о том, как убрать некачественный лес, льху в основном. И вместо этого восстановить высококачественный лес, сосну, елку, березу. Но если говорить о качестве, мы понимаем, что вот это восстановить, это не год и не два занимает, правильно? Ведь этот цикл все равно нам никак не ускорить процесс роста деревьев, например, того же. И если мы проезжаем, например, все чаще и чаще, я знаю, что говорят о том, что вот едешь по шоссе, и там тут вырублено, там вырублено, что леса наши вырубаются. Но надо, сколько занимает времени, чтобы вот на участке вырубленном вырастить? Да. Самое важное, что восстанавливать надо с качественными стадами. Это саженцы. Саженцы, да. Да. И главное, что первые пять-десять лет надо ухаживать за этим. То есть такой большой срок, да? Да. Выжидать. Ну, это очень большое внимание, в этот первый период надо... Уделять, да? Уделять, да. Да, вот что касается еще, может быть, чуть-чуть о рынке. Насколько серьезно конкуренцию, и вообще конкурируют ли с вами государственные и муниципальные леса? Может, мы знаем, что есть Латвия с Валсмэжи, есть Рига с Мэжи, у которого своя лесопилка даже есть. Да, ну, здесь не можно смотреть как бы в односторонно. Конкурирует, может быть, ну, скажем, вот как теперь мы все слушали, как Рига с Мэжи сделали свою пилораму. Да. Да, это может быть сказать, что есть конкуренция с частными. С частными, да. Но, в основном, это все закупают как услуги и государственные леса, и Рига с Мэжи, и другие самоуправления, которые есть. И я не думаю, что это конкуренция с частниками. Если говорить об экспорте и импорте лесоперерабатывающей промышленности, кто наиболее выгодный для нас рынок? Для экспорта, например. Для экспорта, я думаю, что, ну, смотря в мировом зрении, да, мы маленький как бы подставитель продукции, но нам важен любой рынок. Скажем, очень важно, чтобы в Европе, ну, как бы двигался бизнес, происходили дела, потому что это основной рынок Латвии. Но очень важно входить и в новые рынки, как в Азию, и Америка, потому что эти большие рынки тоже, это будущее. Но у Латвии есть перспективы? Мы возим и в Америку, и в Азию лес. Да, я думаю, что в Азию этот, в эту сторону много уходит, и много предприятий ориентируются в эти рынки. Но при этом и к нам тоже привозят лес, получается ситуация, что мы вывозим, к нам привозят, это другого качества лес, или это вопрос цены? На прошлый год были запреты сделаны из стороны России, из стороны Белоруссии, и круглый лес уже в Латвии не заходит с этой стороны. Ну, это тоже осложнило ситуацию в Латвии, и, как мы уже говорили, и погода помешала, и ситуация довольно сложная. Но можно закупать из той же самой России и Белоруссии, ну, обработанный материал уже. Если говорить о рекордах, мы начали с того, что, ну, вот сказано о том, что декабрь был прям вот годом рекордов каких-то для деревообрабатывающей промышленности. Как получилось, что все-таки таких высот каких-то и результатов удалось достичь? Я думаю, это результат прошлого периода, как бы сделано, ну, было, были договоры, которые, и ресурсы, которые позволяли это, ну, сделать, ну, и, а то, ну, скажем, те планы исполнить. Выполнить, да. То есть, получается, это результаты прошлого года. Прошлого, ну, первого части года. Угу. Да. Тогда позволяла и погода, и все условия были созданы для того, чтобы достичь. Да, потому что в лесу ничего не происходит за месяц и за неделю. Это... Долгосрочное. Долгосрочное, да. Да, у нас есть звонки, сейчас будем их принимать. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Алло, доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, у меня вопрос, наверное, больше, как у грибника, как бы. Я часто хожу в лес, и везу очень много леса вырубают. И сейчас недавно узнал, что изменились правила вырубки леса. То есть, как-то уменьшился диаметр деревьев, которые можно вырубать. Вот правда это или нет? Хотел, значит. Спасибо большое, да. Дядя, правила вырубки леса изменились ли? Как пресса было видно, в начале декабря ассоциации леса отказались от этих изменений. Потому что там много сделали, ну, как бы, зеленые движения, которые, ну, с помощью спресса неправильно... Истолковали? Да. Да, да. Потому что в Латвии, если есть разговор, какой диаметр можно пилить в сплошняках, тогда у нас самый высокий диаметр. В Скандинавии такой, ну, и рубежуемся. Ограничения? Ограничения снято. В Эстонии и Литве он ниже, чем у нас. То есть, там можно более молодые деревья, более тонкие деревья рубить? Еще не дорожшие, до какого-то момента, до какого-то размера нужного. Да. Если говорить о том, что вот мы в прошлом году тоже вы сказали, что были проблемы. Есть ли вариант, что, несмотря на погодные условия, сейчас вроде как морозы устанавливаются, не знаю, насколько они помогут или нет, чтобы нагонить все эти темпы, и все равно сезон будет не так плохо в результате? Мороз нужен как минимум два месяца, чтобы нормализирована ситуация в рынке. Ну, мы надеемся, что в Латвии есть зима и будет зима, и можно будет работать. И, конечно, очень важно, чтобы не была мокрая весна и было сухое лето. То есть, идеальная погода для вас – это мороз, но без снега? Ну, может быть снег, но как теперь очень хорошо, что уже неделя без снега и есть мороз. И это очень нам помогает. Уже сейчас. Но если вы настолько метеозависимая отрасль из года в год, например, вот вы говорили о том, что 4 года подряд погода не очень хорошая, но вот вам остается каждый год надеяться на то, что будет лучше весна, суши и мороз зимой, или есть какие-то варианты, чтобы как-то улучшить ситуацию, как-то, не знаю, поменять инфраструктуру, ну, поменять принципы вывоза леса. Да, как я уже сказал, что 4 года не было зимы, а было лето. И мы научились уже делянке, которые раньше вырабатывали зимой, уже вырабатывали летом. Ну, многое, что сделали, как уже сказали, Валсмежи со своей инфраструктурой, которая очень помогает лесовыработке. И, ну, тоже сами предприятия много сделали, чтобы свою технику пила год. Подстроить. Подстроить ситуацию, какая есть в Латвии. И тоже очень научились концентрированно работать в то время, в которое есть в хорошей погоде. То есть, ловить момент, грубо говоря. Ловить момент, да. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Говорим мы сегодня о деревообрабатывающей промышленности, так что можете звонить и задавать свои вопросы нам. Если говорить о правилах вырубки леса, затронули мы уже и эту тему. Предприниматели частные, которые покупают участок леса, он принадлежит им. То есть, по сути, в принципе, они могут делать там, что хотят, хоть весь лес срубить. Или есть правило, что там какой-то процент они не имеют трогать. Есть правило. И правила очень жесткие. Какие? Не позволяет плетить лес, который младше, чем в законе. Не позволяет меньше диаметра. И тоже разные другие запреты, которые не позволяют из-за айсердзип зон. Какие-то защитные зоны. А кто проверяет это? Ходит инспектор по лесу выборочно? Как происходят эти проверки? Как часто вас проверяют? Нас проверяют довольно часто. Скажем так, ни одна рубка не может пройтись практически без проверки. Или до... До выдачи. До разрешения на вырубку, да. Или второй вариант, после вырубки тоже есть проверки, если она не была до этого. То есть все достаточно строго, и шансы, что какое-то предприятие за кем-то не уследят, практически нет. Да, это хорошо установлено, и проверки очень строгие. Но это хорошо, потому что там все в риме равны. То есть в равных условиях не получается у кого-то уйти в тень и работать как-то нелегально. А если говорить про именно рабочую силу, есть ли там возможность, насколько велик зарплата в конвертах, серая зона в вашей отрасли, или тоже достаточно сложно, тоже следят за вами? Ну, это часть, которой еще можно и надо еще работать инстанцией. Но там большой плюс и, можно сказать, спасибо тоже государственным лесам, которые в своих услугах удерживают уровень, который надо удержать. Это для людей, которые оказывают услуги. Да. Ну, а вообще идут к вам, есть вы испытываете какие-то нехватку рабочей силы, или нехватку квалификации у рабочей силы, которая есть? Да, становится меньше и меньше рабочих, которые работают ручным пилом в лесу. Все больше и больше идет на механическую пилку леса. То есть, надо уже работать с какой-то техникой, уметь тоже обращаться. То есть, не просто лес рубить, но и с техникой уметь обращаться. Ну, и как вы оцениваете квалификацию людей, которые работают? Надо лучше их обучать, или, в принципе, любой человек может прийти после школы, там, хочу работать в лесу, прийти, пройти там короткое обучение и уже работать? Нам надо много еще работать над тем, чтобы заинтересовать молодых людей, школьников, студентов, чтобы они смотрели на нашу отрасль, выработка леса, потому что там есть накладное будущее. Будущее, и лес будет пилить сегодня, выращивать сегодня, и будем завтра пилить, тоже выращивать, что это будет на все время. Это не только так, что сегодня выпилим, и послезавтра больше ничего не будет, что делать. Ну, то есть, в принципе, для молодых людей есть их чем заинтересовать. Нет такого, что вот есть владелец участка, и человек молодой, который пришел, вот вся его карьерная рост заключается в том, что он будет пилить лес, загружать его и вывозить. Для него там тоже есть какие-то ступени, карьерные лестницы? Ну, скажем, есть, да. Каждому есть возможности по ступеням расти. Но то, что самое главное, что уже много молодых людей, ну, даже не знают, какая техника, какие условия есть работы, и это очень отличается с того, как мы привыкли, как наши родители работали в лесу. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, есть еще несколько минут для того, чтобы вы могли позвонить и задать свой вопрос. Если говорить об изменениях этого года, налоговая реформа в частности, как ваши отрасли смотрят на эти изменения, насколько ваши отрасли задевают эти изменения? Я думаю, что в основном эти изменения хорошие стороны. Но вопрос, как просто будем, будет бухгалтером нашим, ну, как бы, освоить эти изменения. Немножко сложновато для начала сразу так, ну, эти все изменения, да. Да, у нас много звонков по двум линиям, будем их принимать. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Я не совсем сразу включился в вашу передачу, может быть, что-то пропустил. А кто определяет места вырубки? Вот едешь вокруг леса, и сейчас десятки гектар спиленного, вот что касается Таллинского шоссе, этого вокруг озера Зырну, вот здесь посел Муценики, гектарами вырубается лес. Какие-то подозрительные машины ездят по лесу, вырубают деревья, вывозят, а пеньки, корои, мхом закидывают, уезжают. Вот кто-то это смотрит, кто-то это регламентирует в Латвии. Спасибо. Спасибо большое о местах вырубки леса. Да, есть вал смежденност, который все присматривает, но я уверен, что сегодня в Латвии нет места, где вырубают что-то без арпус лекума. Вне рамках закона, да. А вообще, насколько велика вероятность того, что человек может ночью приехать, одно какое-то лишнее дерево срубить, и какие штрафы потом, насколько они большие? Штрафы, ну скажем так, настолько большие, что никто не задумается, ну который уже работает как профессионал, он не задумается это делать, как, ну это было, да, 90-х лет, до конца 90-х лет. Это очень часто было видно, где такое делают, штраф маленький, и, ну, ситуация не была хорошая, да. Легче было заплатить этот штраф, но при этом заработать на всем вырубленном лесе. Да, ну это уже история. А если говорить о том, какие деревья вырубают, вы сказали, что ольху чаще вырубают, потому что она какого-то не очень хорошего качества, или сложнее следить. Есть ли вот эти проценты, сколько должно быть хвойных деревьев, сколько должно быть лиственных деревьев, или, в общем-то, ваш участок, что хотите, то и высаживайте, главное, чтобы количество было? Ну, скажем так, здесь можно сравнивать сельскохозяйственными отраслями, да, если выращиваем рудзы, тогда на поле нельзя быть другой, ничего, да. И это, ну, можно связывать в лесу ольха, если выращиваем сосну, тогда ольха там не место. Ну, а можно поменять, например, до этого была сосна, поменять на березы и сделать березовый лес? Ну, это тоже высококачественные березы. Ольха, апсы, это те, которые надо поменять на березы, сосновые. Ну, кто принимает решение, вы сами решаете, что вам высаживать больше, вот хвойные, елки, сосны или там березы, я же думаю. Есть нотейкумы, правила, которые предсказывают, кто курсугу и отливается. Какие возможности, да, есть возможности несколько, и тогда уже это, ну, как бы, лаймом сайз, ипшник. Решение принимает сам владелец сейчас. Владелец, да. То есть, за ним всё-таки ему остаётся выбор, что... Есть выбор, да. Что, что... А если говорить о том, откуда вы покупаете саженцы, это наши латвийские саженцы, как-то размножаются деревья, вы их высаживаете, или тоже закупаете откуда-то какие-то неместные сорта, скажем так? Нет. У нас в Латвии очень высококачественные саженцы, которые выращивают на месте латвии. И очень важно ещё, что саженцы можно покупать в том регионе, где будем сажать. Если курсами, тогда только саженцы из курсами. Если латвия, тогда саженцы из латвии. То есть, уже приспособлены и практически никаких рисков того, что там что-то не приживётся или поведёт себя как-то не так, нет? Да. Ну, а вообще, есть какие-то сорта, которые у нас завозят откуда-то, не знаю, норвежскую сосну, ещё что-то, экспериментируют? Такой надобности в Латвии нет. То есть, обходим со своими сортами. Нам пора заканчивать. У нас в гостях был председатель правления Ассоциации латвийских независимых лесопереработчиков Андрис Арекс. Спасибо вам, что пришли. Ассоциации латвии.